Отопление в Латвии одно из самых дорогих в Европе. Почему? Продолжаются дискуссии о том, почему все же цены на коммунальные услуги в Латвии такие дорогие. Не удержался и высказался на эту тему Олег Красноперов, экономист Банка Латвии. Добрый день, дорогие друзья. Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня пятница, 4 октября 2024 года. Зимняя коммуналка. Ну, зимняя коммуналка – это вы понимаете, в кавычках, конечно же. Вы понимаете, почему зимняя коммуналка? В Риге находится среди трех самых дорогих в Европе. Вместе с Веной и Берлином. Таллин на четвертом месте. Вильнюс в конце второй десятки. И хотя тарифы в этом году в большинстве своем будут ниже, чем в предыдущем, в 2023 году, это не решит проблему. По данным исследования «Нумбео» за 2024 год, коммунальные счета за усредненную квартиру 85 квадратных метров, включая отопление в Риге, могут составить 306 евро. 86 квадратных метров. 306 евро. Это в среднем, друзья, усредненное, не забывайте, не путайте. Достоверность этих данных может проверить любой владелец подобной квартиры. И если же учесть уровень зарплат в Латвии, то процент, который от ежемесячного заработка приходится тратить на коммуналку, самый высокий в Европейском Союзе. На чем же латвийцы экономят? Вопрос. На количестве квадратных метров на одного человека. Проживание в переполненном жилье позволяет нам экономить на ежемесячных счетах. Поэтому в среднем мы платим за жилье меньше, чем в большинстве других европейских странах. Однако, это решение является неустойчивым, поскольку оно может оказать негативное влияние как на количество детей в семьях, так и на общую удовлетворенность населения жизнью. Дорогостоящие коммунальные услуги – это серьезный сбой рынка, который можно и нужно исправлять. Долгая зима и старое, не энергоэффективное жилье среди очевидных причин, почему это так. Как платить меньше? Вопрос. Как платить меньше? Реновировать жилищный фонд. В Латвии это можно было сделать с помощью поддержки от госагентства «Алтум». Но деньги в этой программе пока кончились. Пока кончились. В конце года или в начале следующего откроется следующая программа. В ней будут доступны 173 миллиона евро. Из этих средств можно будет покрыть 40% реновации, реновации, включая НДС, налог на добавленную стоимость. «Достаточно ли это?» Достаточно ли это? Вопрос. Ответ. Нет. Старых домов в Латвии слишком много. Вот такие вот новости, друзья. Повторяю. Отопление в Латвии – одно из самых дорогих в Европе. Почему вы слышали? Пишите комментарии. Что вы думаете? Поставьте лайк под видео. Поделитесь в социальных сетях. Большая просьба. Зрители, подпишитесь на наш канал. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. До свидания. До следующих видео. Спасибо, друзья, за поддержку.